Всем привет! Меня зовут Рафаэль и вы на канале Слезы Сатоши. Тема сегодняшнего выпуска Альткоины. Достигли ли они дна и какие именно стоит покупать? Сегодня подробно поговорим на эту тему в этом обзоре. Я вас уверяю, будет очень интересно и вы для себя примерно сможете понять план своих действий. Мы не говорим на этом канале про то, какие именно стоит купить Альткоины прямо в ближайшей перспективе, на самом дне. Мы не говорим о том, какой курс будет завтра или послезавтра. Мы говорим на более глобальные вещи. Обсуждаем фундамент, который должен быть в голове у каждого. В прошлом обзоре мы говорили про ОПГ США, каким образом они планируют действовать, крупные игроки, киты, что в их интересах. И наша задача с вами, скажем, упасть им на хвост, прочитать их планы и следовать в направлении их движения. Ну и тема Альткоины достигли дна и Сан-Франциско. Очень красивый мост, золотые ворота. Это такая достопримечательность этого города. Но вовсе не об этом замечательной конструкции я планирую сегодня вам рассказать. И где-то в интернете такая вот тема была, что упомянуто, что Джастин Сан с Сио Трон будет встречаться с Уорреном Баффетом. И эта встреча перенеслась из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Это чистое совпадение. Вовсе не этому будет посвящен сегодняшний обзор, а совсем другому. Давайте для начала быстренько я напомню, что на моем канале, спасибо большое всем, кто подписан, уже 3570 подписчиков. Как только будет 4000, мы разыграем аппаратный кошелек по случайному комментарию под видео. Автор комментария получит либо Ledger Nano S, либо Trezor. Итак, мы будем разыгрывать каждую тысячу подписчиков. Помимо этого, я являюсь основателем блокчейн-проекта D-Stream. Кому интересно, можете перейти на сайт, ссылочка в описании, подробно изучить. 10 тысяч токенов DST получает каждый случайный участник нашего чата. Каждую сотню новую подписчиков в этом чате мы разыгрываем... Я извиняюсь, звонит наш СИУ, я перезвоню. Да, Анна Армихтиев, СИУ, D-Stream. Еще раз, да, извините, что... У нас уже тысячу подписчиков. Каждые 100 подписчиков мы разыграем случайным образом, по... Рандомным образом, 10 тысяч токенов DST. И сегодня, в конце обзора, мы разыграем 10 тысяч токенов DST. Кто еще не подписан на друзья Сатоши, подписывайтесь. ID Satoshi Friends. Здесь мы будем обсуждать, в том числе, какие именно альткоины имеет смысл покупать. В этом обзоре я обязательно перечислю те, которые я считаю перспективными. Но, скажем так, будет такой мини-заданец. Каждый из вас сможет в рамках сегодняшнего обзора изучить рынок. И если вы обнаружите тот или иной альткоин, который соответствует требованиям, которые я озвучу в этом обзоре, я предлагаю их обсудить в чате друзья Сатоши. Ну и давайте с вами потихонечку перейдем. То есть я уже сказал, что Сан-Франциско не потому, что Джастин Саннс, с Вороном Баффетом встречается. А вовсе по другой причине. Дело в том, что давайте с вами поговорим. Во-первых, Сан-Франциско это Соединенные Штаты Америки. ОПГ, США, Сан-Франциско, ПАГА, все сходится. И сейчас биткоин достиг отметки 12 тысяч долларов в этом диапазоне. Где-то мы ковыряемся. Возможно, биткоин будет расти дальше или пойдет на коррекцию. Это вопрос уже второго плана. Нам сейчас самое важное понять, имеет ли смысл сейчас покупать альткоины, чтобы в паре к битку поймать тот самый рост. И я предлагаю обратиться к данному видео, где указываются компании, их капитализация, стоимость. Это 98-й год, июль. Я извиняюсь, извиняюсь. Вот сейчас вы тоже на своих экранах видите. Так вот изменяется капитализация. Сейчас Microsoft на первом месте. Я вам рекомендую просто обращать внимание на флажки, которые здесь. Видео очень длинное. Я перемотаю его ближе к сегодняшнему дню. Это 12-й год. И ближе к сегодняшнему дню. Вот у нас 19-й год. Обратите внимание, что страны США, да, страна США и компании, здесь Китай и США. Соответственно, у большего, значит, в США больше всего денег находится. Я очень извиняюсь, мне звонят, и это немножко отвлекает. Соответственно, Китай и США будут оспаривать лидерство. Пока, безусловно, оно на стороне ОПГ США. Китай к этому также стремится. И мы сразу же вспоминаем, а какие альткоины у нас являются американскими, какие китайскими. Так вот, сегодняшний обзор будет именно про американские криптовалютные проекты, блокчейн-проекты. Скорее всего, часть вторая будет посвящена именно китайским проектам. Поэтому про такие альткоины, как NEO, предположим, мы будем говорить в следующий раз. А сегодня давайте поговорим про американские проекты. Во-первых, ну давайте так, сразу перейдем в Сан-Франциско. Сан-Франциско это у нас город США, в котором образовалась Кремниевая долина, да, на юге, штат Калифорния, где скопились огромное количество IT-компаний, крупных, все у вас они на слуху, и это не случайно. Очень многие компании, которые являются перспективными и развиваются, за которыми стоят серьезные люди, они так или иначе базируются, во-первых, в США и чаще всего в Сан-Франциско. Давайте с вами поговорим сейчас про такую биржу, как Coinbase. В чате друзья Сатоши я уже давал некоторые такие намеки на то, что мы будем обсуждать в этом обзоре. Итак, Coinbase это биржа, которая является американской, создана для американских граждан. Вы все прекрасно знаете, что за Америка, да, Соединенные Штаты Америки, за своих граждан очень сильно пекутся. И всячески ограничивают возможность инвестиций американскими гражданами в тот или иной блокчейн-проект, который вызывает недоверие. А вот какие проекты доверие вызывают, именно об этом сегодня мы с вами поговорим. Кстати говоря, я уже сказал по поводу США и Китая, а в конце Китай мы обсудим в следующем обзоре. Давайте упомянем еще и Россию. Есть такой блокчейн-проект Waves. И один из подписчиков мне предоставил очень важную информацию. Возможно, эта информация с грифом секретна. Я пока детально не изучил этот материал. Он там на 500 листов. И не последние люди его составляли. Так вот, Waves у нас в этом документе числится как отечественный продукт. Все холдеры Waves, вы можете этому радоваться или наоборот огорчиться. Но в конце обзора я обязательно про это чуть-чуть подробнее расскажу. Итак, Coinbase у нас в бирже от Соединенных Штатов Америки. Данная биржа планирует стать первой в мире регулируемым брокером криптовалют. И это не просто так. Это все те же SEC. Помните, мы с вами говорили в одном обзоре. Ссылочку наверху оставляю. Кто не смотрел, право по ГСША, SEC, ФРС, все вот эти вот структуры властные. Так вот, Coinbase и SEC, скорее всего, подружились. И Coinbase станет первой регулируемой биржей для граждан Соединенных Штатов Америки. Таковой она сейчас и является, по сути. Она очень крупная, представлена в огромном количестве стран. Что-то порядка 290. Но при этом она позволяет гражданам Америки покупать не все. Далеко не все. Биткоин, разумеется, но еще и некоторые альткоины. И именно о них мы с вами и поговорим. Что такое Coinbase? Мы с вами уже поговорили. И здесь самая главная строчка на странице Википедии, это то, что она зарегистрирована в Сан-Франциско, Калифорния. И это не случайно. Coinbase из себя представляет не просто биржу. Это целый пул услуг, которые не просто являются, скажем так, доступными для граждан США, но и являются, скажем так, очень важными направлениями, которые развивает данная биржа. Это и хранение защищенное вашей криптовалютой, если вы гражданин США, вы покупаете и там можете хранить. Это и много других сервисов, которые сейчас так или иначе предлагаются на рынке, но при этом гарантии отсутствуют. В данном случае Coinbase является структурой, которая обеспечивает и гарантирует сохранность вашей криптовалюты, ваших инвестиций. Разумеется, она не перекрывает риски в случае падения стоимости активов, которые вы приобрели на ней. Но в скором будущем одним из самых важных вопросов будет безопасное хранение. Ведь вы знаете, такая компания как Fidelity, которая входит в топ-5 по концентрированию в ней огромного количества денег, так вот по объему этих денег Fidelity занимает 5 место. И Fidelity это та самая компания, которая предлагает сейчас вот-вот уже услуги по хранению. То есть крупный инвестор, вот смотрите, вы крупная компания, огромная, у вас много денег, вы решили какой-то маленький процент своих средств инвестировать в криптовалюту. До того, как Fidelity запускается, вы это делать не будете, просто по той причине, что это мы с вами можем хранить криптовалюту на каких-то десктопных кошельках или еще где-то терять ее, они не имеют права это делать. Эти компании, у них юридическая и финансовая ответственность перед своими инвесторами. Потерять криптовалюту они не могут. Да, они могут купить Ledger Nano S и хранить на нем, но есть всегда фактор человеческий, потери. Забыл пароль, сидфразу, что-то еще произошло. Такие крупные компании и фонды позволить себе такого не могут. И поэтому они покупают криптовалюту именно тогда, когда они могут ее хранить, к примеру, у Fidelity, и при этом Fidelity гарантирует возврат и хранение, целостность этой криптовалюты. То есть крупные компании не переживают за то, что у Fidelity их потерять. А если вдруг Fidelity потеряет эту криптовалюту, она обязана будет восстановить баланс этого фонда, который хранит у Fidelity свою крипту. Понимаете, в чем разница? Просто хранение на Ledger и хранение, это как хранить деньги в банке, в самом надежном швейцарском банке. Одно дело, это лежит у вас под подушкой, вы полностью обеспечиваете сами безопасность хранения этих данных. Другое дело, если эти активы хранятся в надежном швейцарском банке. К примеру, данным швейцарским банком на криптовалютном рынке выступает Fidelity. Помимо этого, выступает таким банком еще и Coinbase, потому что свою услугу подобного плана предоставляет обычным гражданам Соединенных Штатов Америки. То есть гражданин Соединенных Штатов Америки не побежит в Fidelity хранить свою криптовалюту, но воспользуется услугой Coinbase. Поэтому Coinbase это такая огромная структура, которая, скажем так, заботится о своих гражданах и предоставляет комплекс услуг. На текущий момент Coinbase, давайте с вами перейдем к такой замечательной новости. Вышла она 27 июня, Chainlink будет листиться на Coinbase. И что мы с вами сегодня видим? А мы наблюдаем вот такую безумную картинку. Сегодня Chainlink, токен Link выстрелил больше чем на 50% в паре к биткоину. Представляете? И этот рост произошел просто на фоне новости о том, что данная монета появится на Coinbase бирже. Что это означает? Это означает, что граждане Америки смогут инвестировать, покупать, защищенно покупать данную криптовалюту на бирже Coinbase. Давайте сейчас, мы уже поговорили, Coinbase Сан-Франциско. А давайте с вами сейчас перейдем на те альткоины и ту криптовалюту, которая торгуется на Coinbase для граждан Америки. Очень важно, биткоин растет, капитализация растет, а вы гражданин Америки, предположим, вы биткоин купили. Что вы будете делать, когда биткоин вырос? Переливаться возможно в какие-то альткоины. В какие вы заходите на Coinbase, а вы гражданин Америки, вы не привыкли бояться за свои финансы. Вы привыкли к гарантиям, которые Соединенные Штаты Америки предоставляют своим гражданам. К примеру, США ограничила возможность принятия инвестиций от граждан Америки на этапе ICO всем абсолютно. То есть, таким образом, они защищали своих граждан от возможного инвестирования в SCAN. Но давайте перейдем. Итак, Coinbase, какие монеты? Биткоин, Эфириум, Рипл, Лайткоин, Биткоин Кэш, Иос, Стеллар Люмин, Чейн Линк. Вот они появились и сразу 53% роста. Эфириум Классик, Зет Кэш, Бэсик Аттеншн Токен. Это Стейбл Коин у нас. Аугур и Дай тоже у нас что-то вроде Стейбл Коина. Монет-то не так много. А давайте разберем некоторые из них. Итак, первая монетка, которую мы обсудим очень быстро. Рипл. Открываем в Википедию. Все, что нас интересует. Рипл с Сан-Франциско. Базируется в Сан-Франциско. Следующая монетка, которую мы обсудим с вами. Стеллар Люмин. Итак, Стеллар Люмин. Это официальный твиттер. В Сан-Франциско. Окей. Также монетка, которая есть на Coinbase. Давайте с вами посмотрим. Так. Здесь я почему-то сейчас ее не вижу. Но абсолютно точно она здесь была. Либо ее не стало. И это большое удивление. Нужно будет подробнее изучить. 0x. Когда я готовил материал для этого обзора, она здесь была. Я этот момент подробнее изучу и вам тоже рекомендую. 0x. Также Сан-Франциско. Далее. Следующая монета. Basic Attention Token. Basic Attention Token. Сан-Франциско. Как странно получается. И все эти альткоины базируются в Сан-Франциско. Сама биржа тоже в Сан-Франциско. Ну, в общем, мини-заключение. Необходимо обращать внимание, какие именно альткоины в Сан-Франциско зарегистрированы. Давайте с вами в друзья Сатоши. Каждый из вас изучит рынок и выпишет тот альткоин, который зарегистрирован в Сан-Франциско или в Соединенных Штатах Америки, который, скажем так, перспективен для появления на бирже Coinbase. Попробуем вместе объединить усилия. И такие блокчейн-проекты выявить. По поводу ZRX обязательно нужно будет разобраться, куда они вдруг отсюда делись. Это плохая новость. В ZRX лично я инвестировал, поэтому меня немножко это удивило. Ну ладно, разберемся. Итак, я вам рекомендую при выборе альткоина обратить внимание именно на те, которые на Coinbase. К примеру, тот же Zcash или EOS. Линк уже поздно покупать. Сейчас будет, скорее всего, фиксация линк и постепенная коррекция. После коррекции, возможно, имеет смысл покупать его, но, скорее всего, эта коррекция будет продолжительной. Не торопитесь. Какие альткоины имеет смысл покупать? Ну давайте с вами, так, линк мы уже не покупаем. Давайте пройдемся по тем монеткам, которые присутствуют на Coinbase. Это Ripple. Посмотрите, в паре к биткоину он не так давно достигал практически, не практически, а дна за последние полтора года. И сейчас очень интересная, скажем так, цена, по которой имеет смысл Ripple приобретать. Также Stellar Lumen тоже произошла глубокая коррекция в паре к битку. И сейчас очень привлекательная цена для того, чтобы его купить. EOS. Здесь у нас рисовали мои Fibonacci, которые не отработали. Коррекция происходит намного глубже в связи с ростом биткоина, таким стремителем. Но посмотрите, вот это у нас май 2018 года. И с мая 2018 года мы достигли дна по EOS в паре к битку. И возможно, сейчас уже происходит отскок. У нас сейчас открыты недельки. Мы можем открыть дневки и с вами увидим какой-то такой вот поглощающий, свеча поглощения на дневках. И возможно, имеет смысл в EOS уже переливаться. Zcash. Zcash достаточно крепко в последнее время себя чувствует и уже происходит какой-то отскок. Возможно, из биткоина уже начинают переливаться. Потому что, обратите внимание, здесь у меня вот открыты, не видно, не видно, к сожалению. Но сейчас альткоины зеленеют именно в паре к битку. Я на альткоины смотрю именно в паре к битку и они зеленеют. Таким образом, примерное понимание, что в альткоины начинают переливаться, возникло. Также, какой альткоин еще можно рассмотреть? Это у нас 0x. 0x также все это время падало в паре к битку и сейчас происходит проторговка. Возможно, 0x уже также имеет смысл набирать. Дальше. Basic Attention Token. Посмотрите, они были залистрены на Coinbase, не так давно у них произошел стремительный рост. Сейчас в паре к битку произошел откат и снова на дневках происходит откуп. То есть, рисуется такая свеча поглощения. Возможно, Basic Attention Token уже имеет смысл покупать. Link мы уже с вами обсудили, его покупать не стоит. Даже если он даст еще 50%, велика вероятность коррекции. А находиться в просадке в данный момент на рынке не очень бы хотелось. Ну вот, собственно, и все по монеткам, которые присутствуют на Coinbase. Я вам рекомендую обратить внимание на эти монеты. Еще раз, заходите просто на Coinbase и видите весь список этих монет. Какие еще монеты могут появиться на Coinbase в ближайшее время, необходимо подумать. Еще раз я вам напомню, предлагаю перейти в чат «Друзья Сатоши», к нам вступить. Ссылочка внизу в описании. И написать свои мысли по этому поводу. Какие именно криптовалютные проекты, блокчейн-проекты вы видите в ближайшее время на Coinbase. Ввиду того, что они, возможно, американские или зарегистрированы в Сан-Франциско. В общем, это мысль на подумать. Ну и давайте с вами перейдем к тому самому материалу, который я получил. Спасибо большое одному из подписчиков. Я не буду называть его имя, разумеется. Я надеюсь, мой канал продолжит существовать после того, как мы подробно разберем тот материал, который мне предоставили. Это секретная такая информация, подготовлена одной из структур российских, подробный анализ рынка. И мы с вами здесь видим, это такая вырезка из этого документа. Я подробно его еще не изучал, слишком уж он большой. Где перечислены решения и указаны зарубежные проекты. Например, блокчейн зарубежный Ethereum, Ripple, отечественные продукты Waves Platform, Восток. Восток это ребятки, которые якобы собрали 100 миллионов долларов и планируют собрать еще миллиард долларов. На этих новостях Waves рос, очень-очень высоко он вырос. Теперь Proof of Work, Ethereum, Beam. А здесь у нас отечественные, я таки не знаю, Ergo, Acryl, Proof of Stake, Cardano Anthology. Это зарубежные, а Waves и Восток снова отечественные. В общем, какой мы можем сделать вывод? Оказывается, Waves у нас не просто кто-то там из сооснователей является гражданином России. Но еще и Waves позиционируется по какой-то причине как отечественный продукт. Радоваться этому событию или наоборот горевать? Ведь у нас все-таки децентрализация и что-то такое независимое. Все эти сказки, конечно, о них стоит забыть. Но та новость о том, что Waves позиционируется как отечественный продукт, не знаю. Мне кажется, это не самая хорошая новость. Еще раз подчеркну, если мой канал продолжит существовать, то я обязательно разберу этот документ огромный. И если я в нем найду какую-то очень важную информацию, которой стоит с вами поделиться, я обязательно это сделаю. Ну а сейчас я хочу поблагодарить всех и каждого, кто подписан на мой канал. Поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. Таким образом, я просто буду понимать, что данный контент вам интересен. И в следующий раз мы обязательно разберем альткоины, которые базируются в Китае. Ведь Китай это полтора, а может быть и два миллиарда, неизвестно, как они считают своих граждан. Это огромная страна, это минимум четвертая часть населения мира. И если американские проекты, они пользуются спросом у граждан Америки, где очень много денег. И, скажем, Европы, всем миром, то Китай, даже если вдруг Китай поступит так, как они обычно поступают и закроют доступ, как они закрыли доступ к Фейсбуку, к другим каким-то блокчейнам. И китайские деньги не потекут на рынок американских проектов, то они обязательно потекут в проекты китайские. И то количество денег, которые в Китае, будет вполне достаточным для того, чтобы такие проекты, как Neo, например, показали стремительный рост. Итак, об этом в следующем обзоре. Ну а сейчас хочу с вами попрощаться и пожелать вам принимать решение самим, не опираться на чью-то рекомендацию, в том числе и на мою. И я просто делюсь информацией, которую лично я воспринимаю как какой-то фундамент. Всем спасибо за внимание. Пока.